Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Лорисы. Мы тут решили провести научный эксперимент. Так меня цепляют сардельки. Не могу я добиться желаемого результата. Поэтому мы решили поэкспериментировать именно с сардельками. Сейчас мы приготовим 4 вида. Первые сардельки мы приготовим без ничего. Просто из мяса по ГОСТу, так как положено. Вторые сардельки, ну как бы по ГОСТу там идут щеки и шкуры, но мы в принципе ничего не будем вложить, просто из мяса. Вторые сардельки мы приготовим с добавлением 5% швантерблока. Третьи сардельки мы приготовим с цитратом. И четвертые сардельки мы приготовим с фосфатом. И весь процесс приготовления, естественно, будем показывать. В результате посмотрим, что получится из каждых сарделей. Будем делать немного, где-то штучки по 3-4 каждого вида. Мне интересно просто понять, как работают, ну в первую очередь, как работает цитрат и как работает фосфат в вареной колбасе. И во вторую очередь добиться все-таки того результата, того классического вкуса сардельек, который я помню из детства, и который мне до сих пор не удается именно добиться нормального, правильного вкуса сардельек. Вот как бы такие 4 вида сардельек будем готовить. Естественно, в первую очередь мы приготовим фарш и отправим его на вызревание. Для фарша мы взяли вот такую вот средней жирности свининку. Купили ее сегодня утром, она была теплая. На день положили ее, вернее, подвесили в холодильнике, чтобы она обветрилась. Ну, как бы не рекомендуется еще теплое мясо использовать, в принципе, в кулинарии. Надо дать ему отдохнуть. Также мы используем набор специй ГОСТ номер 5, который, собственно говоря, и присутствует в ГОСТовских сардельках от магазина Ем Колбаски. И на килограмм мяса мы используем 5 килограмм поваренной и 5 килограмм нитритных... Друзья, я прошу прощения, я заговорился. На килограмм мяса мы используем 10 грамм поваренной и 10 грамм нитритной соли. Смесь из двух солей, вот мы ее тоже приготовили. Итак, сейчас мы сделаем фарш и отправим его на созревание. Первое, что нам надо сделать, естественно, это порезать мясо на кусочки, которые подойдут для мясорубки. По поводу специй номер 5 по ГОСТу, забыл сказать, что на килограмм мяса мы используем их 5 грамм. После того, как мы порезали мясо, перекрутим его на мясорубку. Будем использовать мелкую решеточку с диаметром отверстия 3-4 миллиметра. Поехали! После того, как мы перекрутили фарш, добавляем в нее смесь из поваренной нитритной соли. Нитритную соль, кстати, мы тоже покупаем в магазине Ем Колбаски. То есть, это не нитрит натрия, а это именно нитритная соль. Она уже разбавленная, она там 0,5%. И добавляем смесь специй номер 5 по ГОСТу для соль. Все это тщательно перемешиваем, друзья. И накроем, естественно, пищевой пленкой. И отправляем в холодильник на созревание на 3 дня. Где-то на среднюю полку, не надо на самую верхнюю, но и не надо на самую нижнюю холодную. При температуре где-то 4-5 градусов пусть фаршик у нас созревает потихонечку. А после этого мы перейдем к нашему эксперименту. Причем в этот раз мы проведем эксперимент. Мы приготовим все сардельки в духовке. А в следующий раз мы проведем такой же эксперимент. Приготовим все сардельки, ну именно сварим их. Вот мне хочется и так, и так попробовать. Я все-таки настойчивый человек и добьюсь результата. Добьюсь тех сарделек, которые я обожал в детстве. В общем, друзья, фарш перемешали. Накроем пищевой пленочкой и отправим в холодильник. Продолжаем наш эксперимент с сардельками. Мы с Ларисой разделили фарш в пакетики по 300 грамм. И немножко подморозили его в морозилке. Итак, друзья, мы делаем 4 вида сарделек. Одни делаем без ничего, просто из фарша со специями. Как вы помните, мы фарш засолили и добавили в него специи. Во второй фарш мы добавляем швантерблок из расчета 50 грамм на килограмм фарша. В третий фарш мы добавляем цитрат из расчета 3 грамма на килограмм фарша. И в четвертый фарш мы добавляем фосфат из расчета 3,5 грамма на килограмм фарша. Мы приготовили оболочку натуральную для сарделек и ледяную воду. Сейчас, друзья, мы сделаем эмульсию. Опять ее поместим в морозильник. А после этого набьем сардельки и приготовим. Естественно, покажем, как сделать эмульсию. Так, первую эмульсию мы делаем без ничего. Просто фарш со специями. Для этого подготовленный фарш подмороженный закладываем в измельчитель. У нас такой вот маленький кутер от кухонного комбайна. Кстати, на нем можно полноценно делать и сардельки, и сосиски, и вареную колбаску. Добавляем рюмочку ледяной воды. Друзья, тут важно не перегреть фарш. Как вы помните, его температура не должна превысить 7-8 градусов по Цельсию. Начинаем резать. Первую эмульсию мы порезали. Покажи, пожалуйста, консистенцию. То есть она получается, как такая кашица. Ну, как бы, как правильная, как она должна быть. И мы ее достаем и отправляем в морозилку опять, чтобы она подморозилась. Такая вот, друзья, по консистенции получилась у нас эмульсия. Реально она вот такая вот, как пюре, как каша. Все связи в мясе разрушены. И вот она очень-очень-очень липкая. Один из показателей эмульсии, то что она очень крепко липнет к рукам. Отправляем его в морозилку и будем готовить следующую. Вторую эмульсию для сарделек мы делаем со швартенблоком. Как приготовить швартенблок, мы снимали отдельное видео, друзья. И ссылку на это видео я размещу в описании этого ролика. Опять-таки закладываем подготовленный засоленный фарш. Добавляем швартенблок. Из расчета 50 грамм на килограмм фарша. Добавляем рюмку ледяной воды. И опять же-таки начинаем резать его до получения эмульсии. Вторая эмульсия готова. Это эмульсия со швартенблоком. То есть тоже в ней нет никаких добавок, кроме нитритной соли. Исключительно фарш, специи, нитритная соль, обычная соль и швартенблок, которые мы готовили. Точно так же выгружаем эту эмульсию. У нас получится исключительно по две сардельки, я думаю. И, друзья, хочу напомнить. Это просто эксперимент для того, чтобы понять для себя и показать вам, как действует фосфат, как действует цитрат, как действует швартенблок. То есть мы будем сравнивать с обычными сардельками, в которых кроме нитритной соли нет ничего. Отправляем эту эмульсию тоже в холодильник, в морозилку. И будем готовить наш кутер для третьей эмульсии. Как видите, она получилась очень качественная, очень хорошая. Не перегрелась, очень сильно липнет к рукам. Поэтому консистенция, друзья, мы добавим фосфат из расчета 3 грамма на килограмм фарша. То есть на наши 300 грамм фарша добавляем 100 грамм. Звучит очень страшно фосфат. 1 грамм, я извиняюсь. Фосфат звучит очень страшно, но на самом деле фосфаты – это соединения, которые содержатся в мясе животного. Но есть один нюанс. Оно распадается где-то в течение 12 часов после смерти животного. То есть когда животное забивают, фосфаты в таком же количестве, как мы сейчас добавляем, они содержатся в мясе. Считается в кулинарии, как бы в промышленных условиях, фосфаты добавляют в колбасные изделия практически всегда. Что он должен сделать? Он должен сохранить сочность сардельки и практически исключить образование отека в процессе варки. Делаем третью эмульсию. Опять же таки следим, режем мясо, следим, чтобы у нас не поднялась температура фарша выше 7-8 градусов по Цельсию. Поехали! Закончили мы делать третью эмульсию. И она, я уже вижу, несколько отличается от предыдущих двух. Сейчас посмотрим, Лариса ее достанет. Она более ярко-розового цвета. То есть она изменила цвет и стала более однородной. Какая-то даже более сочная, я бы сказала. Но он же и этот фосфат и призван сделать колбасное изделие более сочным. Ну, в любом случае, мы сейчас стикеруем все тарелочки, чтобы при набивке ничего не перепутать. Да, фарш. А чем пахнет? Ну, вот какие-то, понимаете. Ну, мясом пахнет особо. А вот какая-то вот кислинка какая-то появилась. Ну, в общем, это эмульсия у нас с фосфатом. Также отправляем ее в морозилку. И последнюю нам осталось приготовить с цитратом. Это тоже пищевая добавка. Сейчас расскажу несколько слов. Пятерий фарш мы готовим с цитратом. Цитрат натрия – это натриевая соль лимонной кислоты. В области пищевой промышленности она нашла применение в качестве добавки Е331. Цитрат натрия играет роль стабилизатора и эмульгатора. Но я понимаю, что это больше, даже чем стабилизатор, больше все-таки приправа. Потому что также цитрат используется в медицине как какое-то лекарство. Он считается антиоксидантом. Но посмотрим, как он будет взаимодействовать с фаршем и что нам принесет. Итак, делаем последнюю эмульсию с цитратом. Получили мы эмульсию. Как она на вид? Тоже розовенькая. Тоже розовенькая, да. И тоже более вязкая получилась, мне кажется, чем из обычного мяса. Но она не более вязкая, она более сочная какая-то. Отправляем и эту эмульсию в морозилку. И приступим к следующим этапам – к набивке колбас. И вот пока мы снимаем, я тут потихонечку заморачиваюсь вредностью цитратов и фосфатов. И как бы нашел очень интересную статью. Сейчас буквально несколько слов из нее прочитаю. Кислые фосфаты используют для большего набухания и удержания влаги, соединительных белков и улучшения цветообразования. От этого изделия становятся, ну имеется в виду колбасными, становятся колбасными, упругими, сочными. Не за счет качества мяса. Мяса там почти нет. А за счет размягченных соединительных тканей, пленок, измельченных сухожилий, разваренных клещей, которые к тому же приобретают розовый мясной цвет. Так что фосфат, как вы помните, предыдущий фарш, он поменял цвет, он действительно стал розовым. Вот это действие фосфата. Благодаря этим действиям увеличивается выход готовой продукции, сокращаются потери и перенос влаги при размораживании и термической обработке. Сокращается продолжительность посола, улучшается текстура, консистенция, цвет и вкус готовых мясных и рыбопродуктов. Замедляется окисление жиров. Обработанные пищевыми фосфатами мясные, рыбные и морепродукты более сочные, нежные и более быстро перевариваются. Ну, в общем, вот такая вот краткая информация о фосфатах. И я понимаю, что это из тех добавок, которые мы используем, она такая наименее безопасная. Ну, как бы они все безопасные, но у меня такое впечатление сложилось, уж сильно она взаимодействует с мясом. Ладно, друзья, хватит разглагольствовать, приступим к набивке сардель. Первые сардельки мы набиваем без ничего. Используем наш старый добренький маленький шприц Бровин. Ну, и как мы это делаем всегда, набиваем сардельки. Вторые сардельки мы набиваем со швартенблоком. Тоже все как обычно, ничего особенного. Закладываем фарш-шприц. Третьи колбаски мы делаем с фосфатом сардельки. Точно так же, по такой же схеме. И последние сардельки набиваем фарш с цитратом. Все так же, по такой же схеме Ничего не меняется Вот у нас получились 4, так сказать, опытных образца Ничего, швартенблок, цитрат и фосфат Теперь, друзья, мы их отправляем на обветривание Мы просто вывешиваем сардельки на улице В тени у нас на веранде Там хорошо продувает ветерок Где-то на 2,5-3 часа они будут просто висеть, обсыхать и обветриться Наша задача, чтобы они полностью обсохли При этом это делать надо не при низкой температуре То есть вот сейчас лето, на улице градусов 25 Как раз отличная температура для того, чтобы сардельки обветрились Если нет возможности повесить сардельки на улице Можно повесить просто в квартире Поставить бытовой вентилятор, чтобы он дул на них Или на балконе, опять же таки Ну, как будет кому удобней Важно их обветрить, чтобы они стали полностью сухие Мы подготовили духовку Разогреваем ее до 80 градусов И на решетку помещаем туда наши сардельки До достижения внутри температуры 69 градусов Сейчас мы поместим сардельки Потому что мне надо Ларисе помогать держать крышку духовки И в одну из сарделек мы введем кулинарный щуп Чтобы контролировать температуру Но главное теперь их не перепутать Что касается самих сарделек Можешь показать? Так вот, что касается самих сарделек Сардельки с фосфатом, допустим И в данном случае сардельки со швартенблоком Очень сильно отличаются уже после обветривания С правой стороны сардельки с фосфатом Они имеют более яркий сарделичный цвет И они надутые, как бы плотненькие, как видите С левой стороны, допустим, сардельки в данный момент со швартенблоком Они не имеют такого цвета И немножко сморщенные, то есть не так раздутые Ну вот, собственно говоря, мы уже двигаемся к сути нашего эксперимента Если взять сюда же сардельки с цитратом Они не имеют такого цвета, как сардельки с фосфатом Но они тоже надутые Сардельки без ничего Они примерно такие же по своему внешнему виду Как сардельки со швартенблоком Сейчас, друзья, мы все это поместим в духовку И начнем их греть Я вам покажу, мы введем туда датчик И засеку время, сколько это будет проходить Главное, ничего не перепутать Они у нас стикерованы Ну, в общем, мы приближаемся к концу эксперимента Мне уже интересно, что же получится Поместили мы наши сардельки в духовку И сейчас Лариса в одну из них Введет кулинарный щуп Чтобы мы могли контролировать температуру Чтобы мы могли контролировать температуру Внутри сардельки Ага, как ты его положишь теперь? Ну так заверни саму сардельку куда-то Вот так вот, да, отлично И ждем, пока температура внутри сардельки достигнет 68-69 градусов, друзья Нам надо приготовить емкость с холодной водой Мы будем готовить 4 емкости Чтобы каждую из наших сардельек Каждую партию помещать в отдельную емкость В этом, конечно, особого смысла нету Но я очень боюсь их перепутать А хочу рассказать вам, дорогие друзья Именно объективно о результате Что же у нас получилось И получилось ли что-то вообще Ну, надеюсь, что получилось На самом деле я сейчас вижу Вот те сардельки, которые с фосфатом и цитратом Они значительно более плотные Чем те сардельки, которые с швартенблоком И просто без ничего Но будем дожидаться результата Наш кулинарный термометр сработал Сосисочки, сардельки достигли температуры 68 градусов И начинаем их выкладывать в холодную воду Ну, как бы, начинаем, начинаем Поэтому По порядку, как они у нас были сложены По порядку, чтобы ничего не перепутать Мы же должны предоставить нашим зрителям точный отчет Горяченькие Горяченькие Ну вот, друзья, мы уже очень-очень близки К дегустации Практически Практически вот уже Так мы на самом деле делаем со всеми сардельками Какие бы вы сардельки не готовили В любом случае, после готовности Помещаете их в холодненькую водичку Остужаете минут 10-15 И они готовы к употреблению Либо же их можно охладить Потом в холодильничек И варить уже Когда Непосредственно перед едой Сейчас, друзья, я переодеваюсь в смокинг И начнем дегустацию В общем, вчера вечером я замотался И не успел попробовать сардельки Поэтому пробуем их сегодня днем Мы их охладили Положили в холодильник Ну, собственно говоря, это и к лучшему Они полностью отдохнули А сейчас Лариса мне отварила По одной штучке Сардельки под кодовым названием Ничего Сардельки шартенблок Цитрат и фосфат Значит, по внешнему виду Фосфат и цитрат Более надутые Швантерблок Тоже такая плотненькая Ничего Ну, такая Частично пустая Да мне полотенце было А вот Частично пустая В первую очередь Разрез Разрезаем ничего Ну, очень ничего Очень недурственно И пахнет ничего Пахнет мясом Разрезаем шартенблок О! Вот этот эффект Она брызгает Вот чего я хотел добиться И тоже пахнет мясом Как ни странно Ну, было бы глупо Мы сардельки готовили Из мяса Вот Со шартенблоком Сарделька Посмотрите, какая лужа натекла Она реально брызжет жиром Это Это жир Это, друзья, жир Это тот результат Которого я хотел достигнуть Сарделька с цитратом Тоже достаточно сочная С водородной структурой Без посторонних запахов Ну, собственно говоря И тоже, кстати, сок так нормально с нее То есть вот та вот, которая без ничего Она не сочная Она суховатая И сарделька с фосфатом Самая однородная Самая плотная структура Но запах, на мой взгляд, немножко искажен То есть вот этот вот запах с фосфатом Хотя структура здесь самая красивая Он По запаху Она отличается Ничего плохого Но она отличается У трех предыдущих Просто запах вареного мяса И характерный запах сардельек У этой Вот нету Как бы Она хорошо пахнет Но вот такого характерного запаха нету Итак, друзья Попробуем Попробуем Начнем С ничего Начнем с ничего Я, с вашего позволения, буду выедать серединку Шкурку не буду Ну Мясная сарделька Хорошая мясная сарделька Можно налить себе пиво Кстати Пивом я сейчас буду Перебивать вкусы Сегодня Слушал тетку Какую-то дегустатора ротки Ее диктор спрашивает Так что Глотать не надо Она говорит Не, ни в коем случае не глотать Когда дегустируешь Шартенбок Самая сочная Лидер По сочности наших сардельек Вот Это, кстати, вкуснее Это вкуснее То есть, если Без ничего Похоже Ну На отварное мясо Сарделька Из отварного мяса Не добавить Нет То есть, вкус мяса Вкус вареного мяса Это более сочная Имеет характерный сардельичный вкус Мне кажется, что она будет победителем Запьемся В общем, запивать мне нравится Я не голоден Так пообедал плотно Запивать мне нравится Больше, чем хавать Итак, сарделька с цитратом Тоже вот характерный Характерный запах сардельки Именно Вот именно сардельки Очень вкусная Я думал, что будет какая-то кислинка Никакой кислинки нету Цитрата Это же там какое-то отношение к кислотам имеет К лимонным Никакой кислинки нету По вкусу Она лучше, чем сарделька Под кодовым названием Без ничего Но хуже, чем сарделька Со швартенблока Еще раз запьем пивом Сегодня, пока надегустирую сардельки И пиво допьюсь И сарделька С фосфатом Со страшным словом Фосфат Сразу же Нюанс Очень заметный Я не хотел Откусывать шкурку Ну, как вы видели Во всех остальных Я просто выберу серединку Потому что там она достаточно жесткая Здесь шкурки практически не чувствуется Она практически однородная Ну, и Скажу вам по вкусу Это номер один Даже не ожидал Сарделька с фосфатом По вкусу номер один Вот такая вот штука Хотя по запаху Она проиграла всем Но по ощущениям Потому что у нее совершенно Ну, вот Мы же готовили одинаково Вы видели Совершенно при одной температуре Для чистоты эксперимента У нее шкурка просто Ну, не чувствуется Такое впечатление Что саму кишечку Сардельки сняли А это просто вот Ну, как знаете Сардельки Когда снимаешь шкурку Там остается Ну, вот уплотнение Как бы Которое возле оболочки Так вот Такое ощущение здесь Что эта кишечка Это это уплотнение Она совершенно не чувствуется И по вкусовым качествам Ну, опять же таки Вы же понимаете Что для человека Котлета в Макдональдсе Она там по вкусовым ощущениям И почему-то еще Она вкуснее Чем просто кусок мяса Пожаренной на сковородке Естественно Полезность, наверное Диаметрально противоположна Ну, в общем Много-много Можно разглагольствовать Но я могу сделать вывод Еще почитаю Как бы углублюсь В тему фосфатов Понимаю, что В разумных пределах Они совершенно не вредны Но вкус У Сардельки с фосфатом Самый классный Второе место У нас заняла Сарделька Со швартым блоком И она Как бы Тут достигнут Тот результат Которого я так хотел достигнуть И я когда разрезаешь Из нее брызгает сок Просто Она течет соком Вот это Это те сардельки О которых я мечтал Сардельки с цитратом И сардельки без ничего Ну, без ничего Вообще ни о чем С цитратом Такое Я бы не стал Даже заморачиваться Итак Собственно говоря Победителя я объявил И второе место А следующим нашим Экспериментом Будет Следующее Мы сделаем сардельки Со швартым блоком И с фосфатом И посмотрим Что получится Мне кажется Вот это будет Как раз бомба А может и нет Мы же экспериментируем Друзья Но на самом деле Я вас призываю Не покупать Никакие колбасные изделия В магазинах Делать их самим Это очень просто Друзья И у вас получится Этим роликом Я хотел Резюмировать Все свои Предыдущие эксперименты По поводу Сардельки И наглядно Показать Нашим зрителям Вот чем Отличаются Разные колбасные Изделия С приготовлением С химией Без химии И с натуральными Ингредиентами Ну и Самое натуральное На мой взгляд Полностью проиграло Друзья Надеюсь Что это видео Было для вас полезным Подписывайтесь На наш канал Ставьте пальцы вверх А мы будем снимать Для вас новое видео Всего доброго Пока Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok